МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗАГЛЯДАМ АСНОНЫХ ПАДЕЙ ЖИТЯ В ОБЛАСТІ ПРОГРАММА НАВИН РЕГИЮНУ СТУДЫЕ КРИСТИНА КРАНКЕВИЧ ДОБРЫЙ ДЕНЬ УГЭТЫМ ВЫПУСКОМ С ПЛАНАМИ НА ДОБРЫЙ УРАДЖАЙ ПЕРШЫЙ ТЫСЯЧНІК НА УГОРЦЫЙ І ПЕРШЫЕ ЗЕРНІ У ХЛЕБА ПРЫЁМНЫХ ПУНТАХ В ОБЛАСТІ ЗБЕРАЙ ПААСОПНА У МОГЮЛЮІ ТРЫНАЦАЦЬ ВІДУ ДРУГАСНЫЙ СЫРАВІНЫ ІДЕ НА ДАЛЕЙШУЮ ПЕРА ПРАЦОУКУ ЧАКАЛІ ТІПЛА? БОСЬ ЯНО ДРУГО ГАЖНІВНЯ ОЧЕКАЦЕ ДА ТРЫДСАТІ ЧАТЫРОГ РАДУСАУ ПЕРШЫЙ ТЫСЯЧНІК СЄЛІТНІГА ЖНІВА НА МОГЮЛЮЩЩЩЩЩЩЩЩІ ВОДІТЕЛЬ ОТКРЫТАГА АКЦІЯНІРНЫГА ТОВАРЫСТВА РАССВЕТ ИМЯ ОРЛОВСКАГА КИРОВСКАГА РАЙОНА ТРЫДСАТІ ГАДОВ АЛЕКСАНДР БАБІЧ ПЕРАВЁЗ ПЕРШЮЮ ТЫСЯЧУ ТОН ЗБОЖЖА ДА РЫЧІ У СЕЛЬХАЗ ПРАДПРАЦІЦВЕ РАССВЕТ ПАКУЛЬ САМАЯ ВЫСОКОЙ РОДЖАЛЬНОСТЮ В ОБЛАСТІ 52 ЦЕНТНІРА З ГЕКТАРА ДА МАСОВАГА ЖНИВА ПРЫСТУПИЛЮ БОЛЬЗА ПАЛОБУ РАЙОНОВ МОГИЛЁЩЧЫНЫ У ЛИДРАХ КИРОВСКИЙ, БАБРУЙСКИЙ И СЛАУГРАДСКИЙ РАЙОНЫ ДІ ПМАЛОЧЕНО КАЛЯТЬ 10 ПРАЦЕНТАУ ПЛОЩЩУ ЗАРАЗ УБИРАЮЦЬ АЗИМУ ПШАНІЦЮ В городском, Дрыбинском, Чавусском, Хотимском, Могилевском и Шкловском районах зараз рыхтуются до выхода на сбоживые палетки. Первые зерни начали принимать хлебоприемные пункты Могилевщины. Когда начнется самая напруженная пора, принимать сбожье будет круглосуточно. По словам специалистов, первая пшеница пришла довольно доброй якости, да и в уголе все лета тут ждет добрый уроджай. На предприемстве Могилев хлебопродукт самая ранница святочна. Тут сустракает первая зерни и по доброй традиции с караваем. Откуда вы везете зерно? У АО Володарский, Быховского района. Прямо с поля, с под кабайном загрузили, привезли сюда. Сейчас в лабораторию, посмотрят на влажность и дальше на элеватор. Все лета уборка пошелась она два тыдни позднее, за надворья. К тому зараз стоит серьезная задача поспеть нарыхтовать сбожье устислые термины. Дорогие, все лет нельзя заказывать больше за 150 тысяч тонн. Я его планують выконать безумно. И, конечно же, на предприемстве планует закластия шеколет 400 тысяч тонн зерня у засеки своих комбинатов. Работа предстоит круглосуточно. Аттестованы 10 визировочных лабораторий. Также существует центральное управление перевозками, где люди работают в круглосуточном режиме, а также элеваторы. По слову специалистов, только за один день плануется промать в боль за три десятки машин. У самой напруженной период и две-три сотни, бывая. Все летний урожай пшеницы радуя, кажется, у лаборатории. Поступила первая машина пшеницы. На вид она хорошая, выровненная, крупная, средней сухости. По цвету видно, что и клейковина будет, скорее всего, на продовольственное зерно. На предприемстве запевнивают, что готовая до приемки великого урожаю. Працовать будут три головные приемные пункты. У Климовича, Могилеви и Бобруйску. А еще семь вытворчих участков. Алена Милюшанкова, Александр Тарасов. Новины региона. Тысячи квадратных метров тротуарной плитки и полная реконструкция районного дома культуры. Бригада бобруйских будовников допомогает рыхтовать до святой селетнюю столицу областных дожинок. Литерально празд два месяца, коля 5 тысяч гостей и дожинок смогут оценить масштабы и якость проведенных работ у Кличеви. Дмитрий Казаков у Бобруйским домобудовничем комбинате працует больше за 40 год. Узводил жилые домы, предприемства, школы. А теперь отшивая себе летний рестауратор. Его бригада працует на реконструкции Кличевского дома культуры. У нас сейчас фасады в основном все одинаковые, а здесь все-таки лепнина, карнизы, ну, захотели сохранить это все, как бы старинное. А кроме лепнины, бобруйчанам пришлось заменить дравляные перекрытия на бетонные. Гэты будынок узводился и ясшился ради неминулого 100 годзя. Необходно перокласти усе коммуникации. Литши наново побудовать сцену. Сметная стоимость дома культуры – миллион пятьсот шестьдесят тысяч рублей. Нормативный срок строительства его – восемь с половиной месяцев. Мы должны его построить за три месяца. К первому сентябрю поставлена задача его сдать. На дажинке у Кличу приедут пять тысяч удельников и гостей Галунга святых хлеборобов. Город для усих рыхтует сюрпризы. И Кличевчане, и гости города в подарок получат обновленный красивый город. В первую очередь это будут улучшены жилищные условия, поскольку 13 многоквартирных домов идут под капитальный ремонт, и 18 проводится текущий ремонт. Будет новая школа искусств для обучения наших деток. Диана Унфальд, Иван Боровы, Новины Регионы с Бабруйском. Держ заказ по сбору шкла и макулатуры коммунальное предприемство Могилёва выконывают. Гэта не только то, что по особням сбирая насильництва. Названые отходы полностью выбирают и на сметте перепрацовчем заводе. Але гэта только и десятая частка догольного объема смеття. Усю остатнее, на жаль, поколь оседаете жаром на сметтевых полигонах. Зараз на перепрацовку идёт 13 видов другосной сравины. Гэта чёрная и каляровая металлы, розных видов пэт-бутылька, шкло, макулатура. Объём составляет 42 тысячи тонн, мы переработали. И процент выборки при этом составил 8,2%. По итогам прошлого, 2016 года, у нас же идёт плюсом, было 6,3, сейчас стало 8,2. Упаковочные пакеты, пакеты с подмолочной продукцией, яша недавно лечились от другосной сыровины. А теперь гэты отходы на сметте перепрацовчем заводе не сбираюць, а вывозить на полигон. Не идёт одноразовая посуда, не идут пакеты молочные, мусорные пакеты, хлорсодержащие отходы полиэтилена и так далее. Есть вторсырьё, которое не используется на рынке, ведь определяется это чем? Наверное, есть спрос, да, будет и предложение. То есть, если будет использоваться там полиэтилен высокого давления и так далее, то, конечно, он будет выбираться и будет использоваться. На данный момент вот всё, что у нас на рынке реализуется, мы выбираем и отдаёмся. У Раты Республики поставил перед коммунальниками задачу, как до 2025 года на перепрацовку ишла чверть твердых бытовых отходов. Экологичная безопасность залежить и от умения и жадания каждого человека по особенности бирать сметти и по мягчимости отдавать перевагу упаковцы и товарам, рештки яких могут быть перепрацованные. Татьяна Сергеевичек, Александр Тарасов, Новины региона. У Крычеве з'явилась новая зона отпочинку. Побудывали яе нараце Сож литерально за месяц. У полкилометра от этого места находится великий микрорайон. Теперь цивилизованный отпочинок для ягожих ару, что называется укроковой доступности. Еще в начале лета, кроме непроходного заросля, на этом месте ничего не было. Теперь на березе Сожа з'явился новый доброупорткованный пляж с усими необходными для комфортных отпочинку атрибутами. Сейчас намного лучше стало, потому что тут лавочки поставили. Стало намного цивилизованнее. Где-то в кустах постоянно переодевались, стояли. Вообще отлично. Уровень благоустройства, который есть, позволяет людям отдыхать. Я знаю, здесь и нагородние отдыхают, здесь и из России люди уже отдыхают. Лавочки, грибки, песочницы, стенды для наглядной агитации. Ну, все необходимое. Возможно, в процессе появятся здесь и торговля, и спасатели. У доброупорткования этой зоны отпочинку удельничали некальки предприемствов и организаций города. Крычев цементно-шифер, коммунальник, агротехничный колледж. Технику выделы крычев цементно-шифер, грибки, скамейки, раздевалку, туалет надворный и контейнер для мусора. Это, конечно, люди сделали за свои средства и все установили здесь. И все удобства здесь на сегодняшний день созданы для отдыхающих. Калисто тут и было место отпочинку мясцовых жахаров. Его обновление продыктовано объективными причинами. Микрорайон СОЖ, что находится побыч, активно поширается. Только из-за опушня 8-го года тут побудовано 14-5 поверховок, а это 700 квадрат. Ирина Борделовская, Александр Артемьев, Новины района. Середа стане самым спякотным днем первого Жневинского отыдня. По информации синоптиков, слупок термометра по области поднимется до отзнаки 34 градусы. Обвещены оранжевые узрови небеспеки. До спякоты дададутся на вольницы. Месцами пройдуть моцная линия и град. Прогнозуется узмацнение ветру. При на вольницах порывы могут достигать 15-20 метров за секунду. У Могилеве другого Жневня у ночи плюс 17-19, у день 31-33. У четверы пятницу спека скине пару градусов. Только на полдне, месяцами до 30-ти выше и за ноль. У такой надворье урачи раюць не знаходится под открытым солнцем за 11-ти до 4-го один. Особливо гэта тычыца дятей. А пранаться необходно у светлая, свободная день из натуральной тканины, медь головной убор, притрымливаться пятного режиму. Людям с хроничными захворванями обвязково медь при сабе необходные лековые препараты. Позбегать душных по мешканню и великого натопу людей. Усе новины про житие в области на нашем сайте tvrmogilov.by А я с вами развитываюся. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!